Корь – опасное инфекционное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём при кашле, чихании и разговоре человека. Оно остаётся одним из наиболее распространённых инфекционных заболеваний во всём мире. По последним данным, количество случаев заболевания стало расти, вызывая тревогу среди медицинского сообщества. Врачи сообщают о заметном увеличении заболеваемости корью в последнее время. Это особенно заметно у детей в возрасте от 1 до 4 лет. Одной из причин такого роста может быть отсутствие вакцинации, говорят врачи. С января месяца у нас идёт по всей республике регистрация данного заболевания. Сейчас в основном болеют от года до 4 лет дети. Это от общего заболевания составляет где-то 44-45%. И до года дети болеют тоже составляет где-то 30%. Это второе место получается. Но почему эти болеют сейчас? Они не привитые в основном. До года, естественно, они не привитые, потому что они до вакцинации до вакцинального комплекса ещё не дошли. А от года до 4 лет может быть однократно привитые, может быть, они вообще не привитые. Поэтому получается, как бы они болеют. Заболевания с начальными симптомами насморка, кашля, покраснения горла и лихорадка необходимо воспринимать серьёзно. Специалисты отмечают, что первые проявления могут быть незаметными. Но стоит обратить особое внимание на шейные и затылочные узлы, которые могут опухать и вызывать болезненность. При длительности этих симптомов в течение 1-2 дней их интенсивность возрастает и появляются красные высыпания по всему телу, сопровождаемые повышением температуры до 38-39 градусов. Стоит немедленно обратиться к врачу. Кори. Ну какая она инфекция? Она высококонтугезная заболевание. Поэтому, когда симптомы начинаются как ОРВИ, как острая респираторная вирусная инфекция, может быть, кашель, может быть, это простудное такое заболевание, насморк может быть. Поэтому до высыпания. Потом высыпание уже начнётся, это поэтапно начнётся как бы высыпание от головы. И поэтому, когда люди уже начинают, уже подозревают, что у него кори или какая-то другая инфекция, они должны сначала посоветоваться с врачом, который обслуживает их по местному проживанию. Тогда уже после этого только можно обратиться. Потому что есть люди здоровые, есть дети тоже здоровые. Может быть, они в контакте будут, когда встретятся в этих организациях здравоохранения, чтобы их не заражать. Поэтому нужно сначала проконсультироваться, а потом нужно пойти. Многие из тех, кто не прошёл вакцинацию, прибегают к различным мотивам. Как отмечают эксперты, причины могут быть разнообразными – от религиозных убеждений до сомнений в качестве вакцин. Отсутствие информации также становится причиной невакцинирования у некоторых людей. Всё это может привести к распространению инфекций и заболеваний, отмечают врачи.